АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Анисимовна Сердюк, ветерана Великой Отечественной войны, зал приветствует аплодисментами. Это не только аплодисменты, это, я уверен, это введение наших сердцем, благодарности вам за ваш подвиг, за то, что вы сделали для нашей страны. Низкий вам поклон и слова еще раз благодарности. Огромное вам спасибо. Мария Анисимовна удостоена медали в честь празднования 80-летия победы в Курской битве. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной, участницей которого была старшина Сердюк. В августе 45-го Мария Анисимовна демобилизовалась и отправилась в Стаханово, ныне город Жуковский. Много лет Мария Анисимовна работала в Раменском приборостроительном конструкторском бюро. Я очень люблю Раменское, очень Раменское. Я сегодня ехала и плакала от радости, что такой великолепный город стал Раменское. И особенно любят, очень люблю русский язык и литературу. Вам всем желаю быть настоящими русскими по духу. Конференция, посвященная 80-летию победы в Курской битве, состоялась в зале Раменской школы номер 9 по инициативе Совета ветеранов. Школьники надолго запомнят эту встречу и будут нести историческую правду о Великой Отечественной войне своим детям, своим потомам. Несмотря на то, что это событие, в общем-то, отмечалось в августе, 23 августа, окончание битвы и победа в Курской битве, мы сегодня, потому что начало учебного года, сложно подготовиться, и мы к сегодняшнему дню ее подготовили, пригласили наши ветеранские организации, пригласили школьников, кадетов, пригласили общественные молодежные организации для участия. Среди почетных гостей и Виктор Петрович Пикуль, председатель Московской областной организации ветеранов. Именно Виктор Петрович привез юбилейные медали из Курской области для Марии Сердюк и Прасковии Стасюк, которая, к сожалению, не смогла присутствовать на встрече. Эта битва, о которой мы сегодня говорим в ходе нашего мероприятия, завершила коренной перелом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, начатой в Сталинградском сражении, открыла дорогу к победному маю 1945 года, конечно же, ценой огромных усилий и, в первую очередь, человеческого напряжения, человеческих жертв. Мы об этом всегда должны помнить. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин, Раменское телевидение.